Давай. Крым. Крым. Ты знаешь, я в Крым мог летать всегда. Захотел завтра полететь в Крым. Брал билеты и летел в Крым. Без проблем. И то, что в Крыму люди, жители Крыма гостеприимнее, чем жители Сочи, это факт. То, что там море чище, ну да. Ну факт. То, что природа красивее, ну здесь можно поспорить, ну кому как. Ну да, она там очень красивая. Мы смогли сделать на Кавказском побережье вторую Турцию, по сервису, по удобствам, по цене, по качеству. Мы смогли сделать на Кавказском Черноморском побережье вот вторую Турцию? Нет. Мы не смогли этого сделать. Сможем ли мы это сделать в Крыму? И за какие деньги? Ну я тоже сомневаюсь. Стратегически, геополитически Крым, ну есть такое мнение бы тут, что если бы не вошла бы туда Россия, на следующий день туда вошел бы запад с кораблями, все встали бы, там в Севастополе эти корабли и все. И навсегда бы мы потеряли этот Крым. Возможно, что и такой бы сценарий был. Сейчас уже история с услагательным наклонением не очень любят, но вот факт такой, да, мы сейчас в Крыму. И в какую копеечку нам все это сейчас выльется, ну надо тоже понимать. И что нам с этого Крыма, где нет ни одного производства, и где нет ни своего электричества, ни своей какой-то воды и газа, ну надо понимать. Но с другой стороны, ну Россия приросла вот территориально, да, геополитически мы теперь вот-вот заняли стратегически какие-то моменты. Ну, спорный вопрос, да, и то хорошо, и то хорошо, и то плохо, и то плохо. Я всегда мог летать в Крыму. был он украинским или был он российским, я всегда мог летать в Крым. Могу сказать, что сейчас так, ну все.